Использовать средства связи, управлять квадрокоптером и овладеть тактическими приемами ведения боя. В Барабинском районе прошел первый форум военно-патриотических клубов. Какие достижения представили участники, узнала Оксана Тимошенко. В клубе «Каскад» Алина Флекс начальной школы. Здесь она прошла высотную, лыжную и огневую подготовку. Я давно мечтала разбирать быстро автомат. Я этому научилась. 30 секунд разборка-сборка. Это интересно, это всегда опознавательно. Это должно быть, чтобы ровнялись на нас маленькие. Потому что есть девочки, которые подрастают, смотрят нас, говорят, хочу быть как она. То есть это приятно все равно. Сначала на специальной военной операции желающих вступить в военно-патриотические клубы стало больше. У детей как-то настороженность проявляется, любопытство в глазах, настороженность. А вот у родителей переживание за свою ребенка, и они понимают, что пришло то время, когда трудностей не избежать. И для того, чтобы их преодолеть, остается только учиться. Всем учиться. Совершенствуется и материально-техническая база клубов. Школьники и студенты учатся управлять квадрокоптерами, использовать современные средства связи, осваивают тактические приемы ведения боя. Например, в клубе «Десантник» специально закупили страйкбольные автоматы и защиту. У нас автоматы обычные, как бы ММГ, они имитируют, ну просто передвижение в поле боя. А здесь у нас уже пульки. То есть дети уже будут прятаться за естественной преградой. Ну и чувствовать на себе, как бы, такие моменты нельзя идти в чистом поле, как бы, открыто. На оснащение патриотических клубов Барабинского района из областного и местного бюджетов было направлено больше одного миллиона рублей. Клубы получили хорошую помощь, они пополнили свои материально-технические базы и различные направления могут реализовывать в работе с детьми. Потому что сегодня патриот – это не только человек, владающий навыками начальной подготовки, но и сильная личность. Это интеллектуал, это знаток истории Отечества. Свои наработки клуба, их в Барабинском районе уже 12, представили на первом районном патриотическом форуме. В этом году планируется принять концепцию военно-патриотического воспитания находится на должном уровне. То, что делают ребята, а самое главное, то, что у них есть руководители, которые помнят историю России, верят в Россию, любят Россию, мы не победим. Подвига героев Отечества юные патриоты посвятят лыжный переход. Он пройдет в начале марта. Оксана Тимошенко, Андрей Лебедев, Новости ОТС.